Три четверти россиян поддерживают идею выделить определенный бюджет на карманные деньги для своих детей. Большинство родителей считают оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 рублей в неделю. Об этом сообщают РИА Новости. Какое мнение о бюджете на личные расходы детей в Тверской области, расскажет наш корреспондент Анастасия Бучок. Воспитание ребенка это ответственный процесс, который многим дается непросто. В современном мире существует множество тенденций по правильной подготовке ребенка к взрослой жизни. Например, психологи рекомендуют родителям с раннего возраста учить детей финансовой грамотности. Согласно исследованиям, большая часть россиян осознает необходимость обучения детей обращению с деньгами с малых лет. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей является личный опыт родителей и их привычки ведения семейного бюджета. Однако некоторые семьи считают возможным и правильным передавать инициативу и ответственность за мелкие покупки самим детям, выделяя им на это карманные деньги. И все-таки большая часть родителей предпочитает контролировать расходы своих юных покупателей. Мы решили узнать мнение тверичан по этой теме. Считают ли они нужным давать деньги своим детям и если да, то с какого возраста. Ну, все так мы покупаем сами. А так, ну, если попросят, даем. Да, я считаю, стоит. Но не за просто так, а чтобы они зарабатывали. Допустим, чтение книг, уборка дома, помощь какая-либо. Чтобы это было поощрением, а не то, что вот как прихоть. У меня дети есть 7 лет и 10. Ну, я уже не помню, наверное, лет 6. Они у меня что-то делают и за это получают, чтобы там купить свои хотелки, там, какие-нибудь календарики, наклейки или еще что-то такое. У него есть своя личная карта, то есть есть свои финансы, и он ими распоряжается, как хочет. И понимает, что надо где-то сберечь, где-то сэкономить. Допустим, на продукты, если сходить в магазин. А что ты покупаешь в магазине? Ну, что просят родители. А для себя что-то покупаешь? Иногда. Что-нибудь сладенькое. Ну, как в школу пойдут, я думаю. Ну, хотя бы на булочку, чтобы в офис свой сходили. Вам родители дают карманные деньги? Ну, иногда да. А на что вы их тратите обычно? На мороженое. Или на что-то поесть. Мы всегда просто копим и потом на что-нибудь тратим. Как мы видим, действительно, большая часть родителей стремится учить своих детей самостоятельный осознанный тратить денег. А еще важно вырастить из ребенка осознанного и ответственного потребителя, который, что называется, знает цену деньгам. Так как среди молодежи встречаются немало инфантильных потребителей, которые до сих пор считают, что деньги берутся из кредитной карточки родителей и бывают немало удивлены, когда они там заканчиваются. Такой подход поддерживают специалисты в области психологии, которые видят прямую связь между карманными деньгами ребенка и его отношением к себе и своему развитию. Деньги сегодня неотъемлемая часть нашей жизни. Еще имеет значение такой психологический фактор. Если вы начинаете доверять ребенку карманные деньги, он чувствует, что он уже взрослеет. У него появляется ощущение, что он уже человек, которому доверяют, которого уважают. Поэтому форму этих карманных денег сколько вам решать. Но вам нужно объяснять ребенку, что такое деньги, зачем они. Эксперты также подчеркивают, что обучение ребенка финансовой грамотности с раннего возраста, безусловно, скажется положительно на его будущем. Ведь если человек понимает ценность денег и изучает этот вопрос, он будет внимательнее относиться к тратам, не попадет в лапы мошенников и сможет благополучно выстраивать финансы уже в своей семье.